Газетка номер 5, май 11 года. Попьем водицу, которая называется просто полезная вода, насыщена электронами, все окислительные и восстановительные реакции у нас идут за счет обмена электронов, это так к слову. А теперь газеты. От издателя содержание номера, как я всегда говорю, есть одна статья, которая найти подробно, капитально освещена. Это будет статья о Герпесе. Луна рекомендует, что лучше делать весной, правильно работать в сознании, правильно питание. Медитация. Какие техники бывают? Медитация, это одна из техник. А это как раз про советы Яна Гоулера. Ян Гоулер заболел онкологией, значит ему была сделана операция, что-то там отрезали, уже не знаю, что там, нога по-моему. Вот. И все, вылечили. А через какое-то время, как правило, отрезать-то отрежешь ногу, но если это рассматривать онкологу как грибковую инфекцию, она во всем организме. Она там опять начнет где-то там прорастать. То есть у него опять началось то же самое и было очень и очень плохо. Состояние ограничилось жизнью и смертью. И вот он нашел самостоятельно, что надо сделать для того, чтобы излечиться. Нашел, сделал, пожалуйста, здорово. Вот. И вот его, значит, распорядок дня. Итак, познавательно-практический раздел это герпес. Герпес считается заболеванием кожи и слизистых оболочек, вызванным вирусом герпеса. Появляются вот такие вот пузырьки, в основном вот на губах. И считается, что это на губах. Нет. Если такое у вас появилось, у меня было и у многих там других, вот, то это говорит о том, что инфекция уже у вас в организме. Она уже, уже, она там сидит, знаете, мощно окопалась. И как только защитные силы чуточек ослабевают, там, связанная с простудой, с плохим питанием, с волнением, она тут как-то такая, гоп, и вылезла. Вы вроде полечили, там, этот герпес там ушел, и думаете, а, хорошо. Нет, это уже это. Но, вот, я на своем опыте знаю, что одно время, довольно-таки часто у меня был этот герпес, взялся, и здесь даже важно не столько его там травить, вот, там, я и керосин, там, и еще что-то применял, и морозник. Хорошие вещи, отлично все это действует. Вот, кстати, был даже у меня герпес на коже, до моих всех этих занятий. Он там побыл, а потом вроде как раз исчезло. Это вот, когда герпес на коже, это говорит о том, что произошло внедрение пока в кожные покровы. А когда он исчезает, он уже уходит во весь организм, весь организм там начинает прорастать, и он уже там, знаете, тихо, мирно, он уже разрушает организм, потом проявляется в виде того или другого заболевания. Но мы уже не отождествляем это с герпесом, отождествляем это с чем-то там другим. А, я простыл, я еще что-то сделал. Так вот, значит, помимо того, чтобы избавиться от, с помощью каких-то там ядов, я постарался не создавать условий для его возникновения, а именно меньше сладенького. Сахарочек убрать, вот это искусственно. Отказался от всех искусственных вод. Вот, ну сейчас немножечко, знаете, расслабился. Чуть-чуть там лимонадку попью, там нашу, российскую. Значит, от сахара, от дрожжевого хлеба, от дрожжей вот это, все это там мурлит. И потом создает условия. И, знаете, без всяких вот таких вот вещей я чувствую совсем как-то по-другому. То есть, и тут, знаете, интересно такое самочувствие еще. Когда ты избавляешься от чего-то, вот, что тебя изнутри, знаете, разрушает, или, Бог говорит, ты затрачиваешь часть своей энергии на то, чтобы это сдержать, ты уже не так сильно, как раньше. Особенно это могут люди вот вспоминать. Вот вам было 20 лет, вот вы говорили, эх, какой. Потом у вас 22 возник там герпес, или там раньше, да? И вот что после стало? Вроде вы такой же, как молодой и сильный, но что-то вы потеряли. Кстати, тут разбирают эти вирусы, как и четвертый вид герпеса, пятого вида, шестого вида и так далее. Ну, это уже с научной точки зрения я разбирал. Знаете, я люблю все это разобрать, чтобы это было неголословно, да? И потом, на основании этого, ты уже начинаешь лечение, и, которое рекомендуется официальной медициной, и в то же время народное средство от герпеса. Знаете, я должен сказать, вот, тут, по-моему, даже я, возможно, и не упомянул, а соде, обычная пищевая сода. Отлично! Справляется со всем этим герпесом. Но, опять-таки, важно не создавать условий. То есть, условия можно создать как для оздоровления своего организма и укрепления. Так большинство из нас создают условия для ослабления и заболевания. В основном это с помощью дурных черт характера и привычек. Вот, так что, я как раз все это разобрал, этот герпес. Лечение герпеса. Вот несколько приемов успешного самолечения герпеса с помощью тамоурины. Да, урина способствует тому, что вызывает подсыхание кожи, и за счет этого вот вирусная, редковая инфекция. Она любит влагу. Как только влаги нету, она сразу исчезает. Ну и плюс наведение чистоты в организме. Еще раз расскажу. Нас ослабляет вот эта вот часть. То есть, вот мясо, кровь, лимфу, нам трудно вообще ослабить, да? Мы ослабляемся в первую очередь здесь. Из-за того, что съели не то, что нам надо. И отсюда уже все это всасывается в лимфу, кровь, в межклеточную жидкость. И создает условия для того, чтобы паразиты вольготно себя чувствовали. А раз они вольготно себя чувствуют, то мы будем постоянно лечиться. Опыт и разъяснение для читателей. Тут рассказывают, тут уже, тут, тут уже не знают. Если это за одиннадцатый год я читаю номер, а если уже за пятнадцатый год практически закончил газету, что тут разбирается? Ну, постоянно что-то разбирается. И более-менее что-то там новое, что-то важное. Вот, и тут, чтобы закончить тему о герпесе, со своего опыта я хочу сказать. Был у меня герпес. Забыл уже, когда он был. Но был, я помню, частенько. Он о себе давал знать. Так вот, как только мы не столько его лечимся от него с помощью ядовитых средств, там еще керосина, морозника, там еще каких-то травм, а создаем условия меньше сахара, меньше мучного, меньше, значит, вот этого дрожжевого, организм начинает сам прекрасно справляться. Вот, болезни их лечения. Дальше идет у нас продолжение записки голодающего. Что это у нас? Это я все разбираю, разбираю. Разбираю. Голод. И тут как раз на основании вот этого вот Евангелия от Иисуса Христа описываю голод, то есть строчка вот и дальше только раз мое, значит, разбор этого. Так, значит, идет 31-й день голодания. На этом остановились пока, да? Закаливание организма. Закаливание организма, вот, а как оно действует? А пока, пожалуйста, вот я как раз разобрал. Стрессовое воздействие, воздействие на сосудистую систему, устранение застой в организме, действие на сердце, влияние на состав крови, влияние на дыхание, влияние на мускульную систему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова